Минчанка Мария Полякова и москвич Никита Бачков уже не первый сезон выступают за Белоруссию, тогда как до 2011 года Никита все-таки пытался под российским флагом пробить себе путь в светлое будущее. Катался он в том числе и с Кристиной Астаховой, но потом их пути дорожки разошлись. У Кристины дела сейчас обстоят совсем даже неплохо, она отлично смотрелась в этом сезоне с Алексеем Рогановым, ну а Никита Бачков в очередной раз штурмует европейские высоты. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Прыжки, конечно, нужно еще поправлять, но в целом хорошая и интересная пара. Видно, что переживает Мария Полякова, потому что не все получилось. И два балла будет снято с этих спортсменов за падение. Соответственно, не доберут они еще каких-то оценок за компоненты. И эти падения будут учтены также и в оценках арбитров. Но в целом старались, и, мне кажется, у них получилось порадовать публику. КОНЕЦ Много проблем. Фактически не засчитали им каскад судей, двойной с Альфов с падением. Тоже особо на таком элементе не наберешь баллов. Ну, смотрите, вот за тот каскад, который им предполагался, и стройного, и двойного тулупов. В итоге первый прыжок за счет того, что партнерша, в первую очередь, его сильно не докрутило. Был даже не недокручен, а понижен был, но второй так и вовсе не засчитали. И засчитали комбинацию прыжков без второго прыжка. В общем, они за этот каскад, который, по идее, при обычном, даже не говорю еще с хорошим, а при обычном исполнении на 0-1 должен давать порядка 5-6 баллов в программу. Ну, спортсмены за него получили всего лишь только полбалла. Ну, и вообще, вот в прыжковых элементах не обошлось без помарок нигде. Ни в параллельном двойном сальхове, ни в выбросе. В общем, сложности есть и сложности серьезные. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, да, переживает Мария Флякова. Прекрасно она все понимает, что выступить могли бы значительно лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ Даже 75 баллов они не получают за свою произвольную программу и делают, казалось бы, невозможное. Они улетают в саблице аж под Маккарову Кинчадзе. А те так и вовсе сейчас занимают пока второе место по произвольной программе. И лишь только не слишком уверенное выступление в короткой не позволило им обойти еще и британский дуэт по сумме двух дней среды.